Я бы хотел еще коснуться одной темы, которая не такая чреватая, но все равно неприятная. Так называемые мелкие махинации при сделках. Потому что не обязательно же это потеря права собственности. Например, это не оплата коммунальных платежей. Потому что у нас очень часто люди не запрашивают документы, которые нужны. Поэтому при сделке всегда нужно запросить определенный комплект документов. Вообще сама по себе сделка, я думаю, что мы уже так плавно перейдем от негатива к позитиву. То есть мы сейчас вам расскажем, как не стать героем первой части следующего подобного тематического семинара. Любая сделка с недвижимостью, она начинается с проверки этой недвижимости и документов, которые предоставлены. Здесь их не полный перечень, но он, скажем так, принципиальный. То есть под выпиской из ЕГРН подразумеваются и архивные выписки. То есть все те документы, которые подтверждают право собственника владеть. И вот здесь я хочу развеять один из таких очень распространенных мифов. Это о том, что свидетельство о праве на собственности – это главный документ. Он же красивый, на нем герб. Так вот, свидетельство о праве на собственности – это красивая бумажка. Там даже на ней написано «Документ основания права собственности». Поэтому если вы потеряли свидетельство, это ничего не значит. Храните то, что у вас записано основание. Это обычно очень некрасивый договор, который где-то у вас помятый валяется на антресолях. Вот это и есть главный документ. А вот эта красивая бумажка – это просто информационный лист. относительно юрлиц и нежилых помещений. У меня есть вот сейчас объект, буквально на той неделе ко мне пришел клиент, и у него четыре свидетельства о собственности на один и тот же объект. У него его много раз пытались зарейдовать и вешали право собственности на разные адреса, при этом это был один и тот же объект. Такой практики много, десятки случаев, когда такое происходит. При этом, по сути, это уголовная тематика, но до нее еще нужно дойти. Да, поэтому проверка производится под право собственности. Опять же, проходим, возвращаясь к тому, с чего начали, до первичных собственников. Потому что все те истории, которые мы рассказывали, это не обязательно предыдущий собственник. Квартира могла 18 раз перепродаваться, это чуть не страхует от таких приветов из прошлого. Историю надо изучать. Дальше идут запросы в госорганы. Тут надо же понимать, что проверяется не только квартира, проверяется и собственник. Потому что, например, в отношении собственника может быть возбуждено судебное дело производства или исполнительное дело производства, где взыскание обращено на имущество. На имущество еще нет ни ареста, оно никак не обременено. Но, тем не менее, процесс уже идет. И когда он выплывет, совершенно непонятно. Поэтому при проверке квартиры, то есть проверяется по базе данных судебных приставов, судов. Причем проверяется как владелец, так и его супруга. Даже если это их не совместно, не общая долевая собственность, она все равно является таковой, потому что это совместно нажитое имущество. И, допустим, имущественный иск предъявленной супруги может быть совершенно спокойно обращен на квартиру, принадлежащую мужу. Поэтому вот эти все вопросы, они должны проверяться. Опять же, сейчас у нас появилась такая милая особенность, как банкротство физических лиц. Это практически, на самом деле, убойный вариант, от которого даже страховки-то никакой нет. Потому что после того, как человек продал квартиру, идет, подает на банкротство, и все сделки, которые он заключил за последние три года, предоставляются им действовать. Хочу заметить, что люди, физические лица, которые идут на банкротство, это, как правило, мошенники с колоссальным стажем. Это не люди, которые взяли долг 500 тысяч в банке или микрокредит. Это реально люди с десятками, с сотнями миллионов долгов, обманутых людей и прочего. Они просто идут и намеренно оспаривают эти сделки путем выявления неких третьих обязательств от каких-то третьих лиц, о которых вы, в принципе, знать не можете. И сделки, которые он провел, заведомо зная, что будет банкротом, оспариваются, и, как правило, переходят ему же через третьих лиц. Да, то есть эти лица являются банально подставными. А помните, я вот рассказывал про то, что читает суд? Вот все, что между, контора пишет. Более того, фраза-то записана, но если он заведомо знал, что он хочет сделать, он сделает сделку так и продаст за те деньги, что фразы не будет, сделка будет сделана так, что в дальнейшем ее можно будет оспорить. Он же изначально знает, что я лучше продам дешевле, через год заберу все, но человек на скорости, что называется, просмотрит эту историю и заберет все ровно, поскольку объект интересный, цена интересная, и на документы, как правило, в такие моменты не спорят. У нас сейчас очень модно аукционы по недвижимости. Прям заходишь, объект стоит копейки, а узнаешь, что это оказывается какой-то аукцион. Начинаешь как бы разбираться с документами, так там еще и с документами проблема, но люди в ажиотаже этого аукциона, что они купили дешевле всех, а там, как правило, подставные все, кто поднимает цену, они прям все, уже ничего не смотрят, все, я взял, они думают, что результат аукциона это вообще неоспоримая история, хотя этот аукцион, он просто внутренний, который придумали на коленках люди, которые хотят обмануть. Ну и вот последний пункт, который касается проверки, это какая самая главная деталь в машине? Водитель, прокладка между рулем и педалями. Так вот здесь, это анализ предоставленных документов, потому что вы даже можете собрать все эти документы, вам их нужно проанализировать. Тут вопрос, нужен ли для этого юрист? Ну, в принципе, конечно, нужен, но по большому счету, если вы убьете месяц на изучение различных материалов в интернете, скорее всего, большую часть рисков вы минимизируете. Но время, которое вы на это убьете, конечно, будет колоссальным, и опять же, у вас не будет стопроцентной гарантии, что вы что-то не упустили. Поэтому в данной ситуации решать, безусловно, вам. Как я вот недавно тоже на радио, когда общались, я сказал, что мы с вами живем не при социализме, мы живем при капитализме. У вас два варианта. Вы либо зарабатываете много денег и нанимаете людей, которые знают эти законы, либо учите эти законы самостоятельно. Третьего варианта наше с вами общество нам не дает. Вас никто защищать не будет. Как, например, Росреестр. Вот все убеждены, сделку зарегистрировали в Росреестре, все хорошо. Росреестр не проверяет подлинность документов, большей части их. Они ничего не проверяют. Они вот просто доверенность там посмотрят, паспорт. Если этот паспорт или доверенность поддельная, они даже в суд не явятся, когда вы их туда третьим лицом пригласите по любой сделке. Поэтому в данном случае государство давным-давно сняло вот эти все обязательства с себя по защите вас. Учите законы или нанимайте людей, которые их знают. Дальше, собственно, переходим к самой сделке. Для сделки нам нужны несколько очень важных факторов. Это договор, деньги и государственная регистрация. Банк из этой цепочки, в принципе, можно убрать, потому что то, что мы с вами обсуждали, то есть никто не запрещает вам деньги передать друг другу из рук в руки, если вы друг другу доверяете. Ну, если там один брат другому продает, ну, в общем-то, можете, ради бога. Но это целиком и полностью на ваше усмотрение, на ваши риски. У нас государство предоставляет возможность не пользоваться банком по 488. Закону у нас возможно обременение объекта до момента взаиморасчета между сторонами, когда право уже перешло, но оно находится в обременении у продавца, то есть вы с этой квартирой сделать ничего не можете, после этого вы отдаете ему деньги, человек идет в Росреестр, это обременение снимает. То есть, в принципе, государство механизм, защищающий по законам нам, дало, но это тяжело. Ну, тут уж, как говорится, решайте сами. Хотите вы лишний раз в Росреестр сходить, не хотите, хотите банку заплатить. Ну, большинство людей ценит свое время настолько, что считают, что оно лучше там 5 тысяч за ячейку в банке заплатит и не будет лишний раз в Росреестр бегать и время терять. Опять же, а пойди его заставь потом в Росреестр ходить. А как я его заставлю, а как я его отведу? Знаете, как в Древнем Риме, там свидетельские показания, конечно, принимались в суде, но свидетеля должен был доставить своими силами местец в суд. Буквально приволакивали за шиворот. Есть возможность приволочь? Ради бога. Нет возможности? Не получалось. Поэтому судиться против легатов было чревато. На этом мы, наверное, будем закругляться. Вы, наверное, поняли, чем отличается риэлтор от юриста. Мы постарались это объяснить, наверное, наиболее популярными способами. Мы встречаемся с мошенничеством часто, но, наверное, потому что мы юристы. При этом надо понимать, что, конечно, не все сделки заканчиваются уголовными делами, потерей имущества, либо потерей денег. Конечно, далеко не все. Но порядка 3-5% сделок, увы, рано или поздно заканчиваются либо потерей прав собственности, либо потерей денег, либо волокитой судебной по разбирательству третьих лиц, либо каких-то правоприемников, наследников и прочего. Дабы не попасть в эту, пусть и небольшую статистику, лучше нанять юриста, который стоит гораздо дешевле, чем риэлтор, который вас проведет на этом пути до логического завершения и поможет взвесить все риски и описать их. Поэтому у всех, у кого есть вопросы, кто хочет взять визитки наши, задавайте. Ну, я могу сказать, что вариантов с перспективой судебной у нас, каждая вторая сделка с судебной перспективой. То есть мы объясняем клиенту, что здесь есть риски. Риски, которые закладывает застройщик при ДДУ. Он по-разному интерпретирует выплаты, просрочки, период платежей, если это рассрочка или период выплаты с просрочкой им сдачи в эксплуатацию. Мы все это объясняем человеку. Если это просто сделка, то, опять же, в 50% случаев есть некие правопритязания, возможно, о которых мы не можем на 100% знать в дальнейшем. Мы человека предупреждаем, что вот здесь есть вопрос, на который мы не получим на сегодняшний момент ответ. И здесь принимать вам решение, входить в эту сделку или нет. Ведь мы должны человека предостеречь от возможной потери денег. Так вот, в 50% случаев мы предостерегаем. Ну и лишь в 10-20% мы четко говорим, что в сделку заходить не нужно. Это будет суд, это будет разбирательство. И, как правило, это происходит, когда сделка по суперинтересной цене, суперсрочная, по какой-то доверенности. И, конечно, как правило, это происходит именно у юридических лиц, либо с объектами нежилого фонда. А судебное сопровождение? Судебное сопровождение. На суды к нам уже, поймите, приходят не со сделками, которые провели мы. Ведь какие же мы юристы, если мы привели человека в суд в итоге. Мы человека предостерегаем, если видим неизбежные условия дальнейшего судебного разбирательства, мы его просто отговариваем от этой сделки, либо чтобы он писал юридическое заключение или подписывался на нашем юридическом заключении, что мы не несем ответственности в случае совершения этой сделки и заведомо понимает, что у нее перспектива судебная очень высокая. Мы сопровождаем, но человек уже приходит с проблемой, которую он вошел с риэлтором, как правило, или просто купил напрямую. К нам приходят уже… По нашему? По нашему нет. По нашему у нас не бывает судов. То есть мы просто человеку говорим, что либо ты берешь, если он на свой страх и риск входит в такую сделку и просит нас потом еще в суде посудиться, ну это нонсенс. Может и были такие единичные случаи, когда мы его ввели в сделку, заведомо зная, что она судебная, и потом еще в суде его представляли. Но это какая-то такая… Все-таки мы обычно убеждаем, что тебе туда не надо. Нет, вот у вас идет сделка, вы выбрали квартиру, говорите, хочу ее купить. Вы первично можете оплатить только проверку документов, чтобы не платить за всю сумму. Мы вам там проверим и дадим юридическое заключение, можно ее покупать или нет. Если вы склоняетесь к тому, что ее покупать, она юридически чистая, то мы заключаем уже основной договор и проводим вас по всем этапам этой сделки. При этом, опять же, повторюсь по ценам. У нас начинаются цены от 10 и заканчиваются с 50 тысячами рублей для физических лиц. Для юридических, конечно, дороже. Там и сотни тысяч рублей стоит сопровождение, потому что бывают очень сложные сделки на комплексы зданий. Тоже индивидуально, но в рамках, опять же, 50-70 тысяч, это даже самая сложная сделка пройдет. Если, конечно, вы не как физическое лицо покупаете комплекс зданий с недооформленной землей, с непонятными кадастровыми историями, с разночтениями какими-то документами. Проверка на квартиру составляет с выдачей юридического заключения 7 тысяч рублей. Но надо понимать, что если человек заключает с нами договор на полное сопровождение сделки, ну, как минимум, проверка, она бывает, скажем так, двухэтажная. Бывает поверхностная проверка по общедоступным данным, и если человек заключил с нами договор на полное сопровождение, и я уже на верхнем уровне проверки вижу, что ему сделку здесь не надо, ну, естественно, я дополнительных денег брать не буду, потому что я говорю, ну, поменяйте твою квартиру на другую, ради бога, мы с вами поменяем договор на оказание услуг, найдите нормальную квартиру, мы вам ее совершенно спокойно сопроводим, ну, потому что вы уже нам деньги заплатили, вы нам уже доверились. Наше основное отличие в том, что мы хотим, чтобы вы к нам пришли еще раз, и еще раз, и еще раз, потому что если риэлторы там приходят раз в жизни, ну, кто из нас, квартиры, часто, редко люди покупают, то мы же по разным услугам работаем, и мы, естественно, хотим, чтобы к нам люди приходили из года в год. У нас компания, да, профилируется на долгие. Не только по юридическим услугам в области недвижимости, мы занимаемся вообще всеми услугами в области юриспруденции, это регистрация фирмы, бухгалтерское обслуживание, и патенты, и строительное СРО у нас, и проектное СРО, и регистрация компаний за рубежом, ну, я не знаю, лицензирование, все, что вам нужно, мы сделаем. Поэтому мы нацелены на какое-то комплексное сотрудничество. Сегодня вы пришли сделку там квартиры сопроводить, завтра вы придете фирму зарегистрировать. Или, не дай бог, в суде вас надо представить. Да, я могу просто привести пример. Я вот 20 лет прожил в Евросоюзе, ну, тогда он еще не был Евросоюзом, когда все это начиналось. И я могу сказать, что там есть традиция семейных специалистов. То есть там есть family doctor, family lawyer, то есть в том числе человек, который ведет вообще все семейные дела. Потому что вот у меня не так давно постоянный клиент нашей фирмы, она у нас заказывала несколько услуг по недвижимости, по бухгалтерскому учету, по регистрации юридического лица. Она мне однажды звонит в 2 часа ночи, она говорит, Глеб, спасите, это единственный телефон, который я вспомнила, вот юридического уклона. Я в полиции по совершенно идиотскому поводу. Вытащите меня отсюда, пожалуйста. Ну вот, и как бы я, ну, это человек, с которым я прошел там несколько сделок достаточно сложных и так далее. Ну что, я человеку не помогу? Опять же, мы, естественно, настроены, в первую очередь мы таким клиентам намного больше рады. То есть у нас нет цели хапнуть кусок денег и убежать в сторону канадской границы. Плохо тот агент по недвижимости, который раз в год не топит свой телефон. У нас наоборот, мы своими телефонами невероятно дорожим, потому что, ну, у меня есть люди, делами которых я занимаюсь уже 10 лет по совершенно различным поводам. Там уже, ну, я их воспринимаю, как близких друзей. Нет, нельзя так, нет, все, нужно смотреть документы. Все безопасно в случае, если у вас есть юрист. Аккредитацию, мы проверяем ли банк, но здесь… Слушайте, я вам могу рассказать, когда я покупал, не то, что банк проверял, а когда я покупал у банка, причем у того же, про который вы сказали, и в итоге эту сделку оспорили, потому что, оказывается, взыскивали этот объект через арбитражное управление, он перешел банку, а в процессе арбитражного управления собственник не подписал оценку. То есть объекты реализовали внутри банка в рамках залогового имущества, но потом оспорили и право вернули. Слава богу, это был банк, и деньги они быстро обратно вернули, потому что гарантии возврата денег, если вы покупаете у банка, больше. Если вы хотите, чтобы банк проверил и понести какие-то гарантии, ну, это вопрос спорный. Если говорить о каких-то вещах, то надо страховать титул сделки. И тогда у вас более-менее есть какие-то шансы вернуть эти деньги со страховой компанией. Хотя, опять же, по нашей практике работы со страховыми компаниями, то выплачивают они эти деньги крайне нелегко. И взыскать деньги за сгоревшее имущество, за титуленно застрахованное имущество можно путем долгих-долгих судов со страховой компанией. С учетом того, что у нас сейчас тройка самых топовых страховых компаний имеет колоссальную задолженность, разрыв кассовый и будет в ближайшее время возможно тоже банкротиться, санироваться или еще что-то с ним будет происходить, то и здесь непонятно, есть доверие или нет. Ну, я хочу заметить, что вы указали, что вам давали юридическое заключение. То есть мы, в отличие от агентства недвижимости, мы несем ответственность, что мы выдаем юридическое заключение, где подробно расписываем сначала объективную информацию, на основании которой мы делаем выводы, а потом свои выводы, за которые мы несем ответственность. А если не хватает объективной информации о собственных расходах в квартире, никто никогда не видит задача выпустить эту долю, пойдет ли в службу стоимость 50 тысяч рублей от искранирования всех подноходных на этот раз? Ну, это будет требовать дополнительных расходов в любом случае. Здесь надо привлекать… А если это реально, если есть только фамилия и имя, что это его родители? Ну, конечно, это реально. У нас есть адвокаты, которые бывшие исследователи, у которых есть какие-то понимания с тем, как работать с полицией, кулуарной, достать эти данные. Ну, в общем, то, что адвокат может отправить запрос, на который все-таки госорганы обязаны отвечать. У меня вот недавно тоже была сделка интересная. Квартира тоже продавалась дешевле рынка, квартира сгоревшая. И получилось так, что, не поверите, ее продали, и через полгода пришел человек, ну, мы уже в суде защищали интересы, короче, человек сгорел в этой квартире, и восстановили дубль его паспорта на другого человека, просто похожего, и продали ее. Ну, видимо, кто-то, кто имел информацию. А пришли наследники и говорят, да он же умер, сгорел, мы как бы это… в наследство просто не вступали, ждали срок. И вот мы разбирались, судебная история была, как бы, а человек, на кого этот паспорт восстановили, он, естественно, испарился, потому что у него, наверное, был еще другой. Вот. Ну, такой практики вообще случаев много, можно рассказывать долго. Вы приходите на наши семинары, берите наши пакетики с информацией о нас. Мы эти семинары будем проводить по разным совершенно тематикам, на ежемесячной и еженедельной основе для по разным тематикам, не обязательно по недвижимости. Подписывайтесь на нас в интернете, чтобы быть в курсе событий, которые мы проводим. Мы стараемся делать интересный контент для каждого и стараемся его преподнести максимально простым языком для простого обывателя. Спасибо вам за то, что пришли.